Начальник отряда исправительной колонии номер 12 Борского района превратил колонию заключенных в источник незаконного дохода. За взятки он проносил заключенным запрещенные в тюрьме предметы, например, телефоны, а за большие суммы обеспечивал досрочное освобождение. Все это продолжалось в течение трех лет, но в конце концов его задержали за взятки. Скажите, пожалуйста, Сергей, а вину признаете? Вы действительно получали взятку за положительную характеристику заключенному для досрочного освобождения? Что-то нам можете прокомментировать? Без комментариев. Находясь в салоне автомобиля Киа, припаркованного на улице Степана Разина, города Бор, начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии 11 получил взятку в виде денежных средств в размере 160 тысяч рублей через посредника, действующего в интересах заключенного, отбывающего наказание в исправительной колонии за незаконные действия, подготовку положительно характеризующих документов на его условно-досрочное освобождение. Что-то адвокат нам скажет? Нет, нет, без комментариев. А вину признал? Без комментариев. Последний слой вам предоставлять с подпределом Молчанова. Пожалуйста. Ваша честь, сказать мне нечего. Отказываюсь от последнего слова. Порский городской суд приговорил Молчанова Сергея Михайловича признать виновным, окончательно определить Молчанову наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима. Сергей, с приговором согласны? Будете обжаловать приговор? Раскаивайтесь. Ваш бывший сотрудник получил сегодня 7,5 лет за взятки. Как вы к этому относитесь? Вы знали, что Сергей этим занимается? А Сергея Молчанова, вы знали, его сегодня осудили на 7,5 лет? Не знал, не знала. Не знали? Как вы относитесь к тому, что он взятки брал? Вашего сотрудника, бывшего Сергея Молчанова, осудили сегодня на 7,5 лет за взятки. Как относятся сотрудники к этому? Не в курсе. Все вопросы про службу Гусин-Расси по Нижегородской области. Вы удивлены, что он взятки брал, у него доказано 6 эпизодов? Ничего не могу прокомментировать по этому поводу. Кстати, по доказанным эпизодам, сумма взяток, полученных начальником отряда колонии, составила около 1 миллиона рублей. Продолжение следует...